Почти 900 дней и ночей страха, ужаса, кошмара и неизвестности. Борьба за жизнь в блокадном Ленинграде была крайне тяжелой. И то, что сегодня кажется нереальным, там со временем стало обычным. Люди цеплялись из последних сил за возможность прожить еще один день. Кому-то это удавалось, кому-то нет. Жуткие бомбежки, холод и голод. Военные 125 граммов хлеба для блокадника никогда не потеряют ценность. А все, что пришлось пережить, останется в сердце незаживающей раной. Как ни странно, во время блокады я ходил в детский сад. В детском саду за нами ухаживали, кормили, делали уколы всевозможные. А когда началась бомбежка, мы спускались в подвал, там в детском саду, и пели песни. Особенно мне запомнилась вот эта песня «Артиллеристы Сталина дал приказ». Оказывается, я потом понял, почему мы пели песни, чтобы не слышать разрывы бомб и снарядов. Валерий Касатонов и семья Морозовых присоединилась к международной видеоконференции, организаторами и участниками которой также стали представители администрации областного лица имени Машарова, а также учреждения образования Санкт-Петербурга, Саратова и Волгограда. В этот день в онлайн-общении «Ленинградскую победу» обсуждали все те, кто сегодня занимается сохранением исторической памяти, а также молодежь, для которой тема Великой Отечественной войны сокровенная и важная. Ежегодно мы вместе с жителями Санкт-Петербурга празднуем так называемый Ленинградский день победы, день полного снятия блокады Ленинграда. В этом году впервые в формате видеоконференции мы празднуем такой важный в жизни всех нас день. И сегодня собрались и в нашей студии, и в студиях других городов жители блокадного Ленинграда, таких 15 в нашем городе Бресте. Также с удовольствием принимают участие и ветеранские организации города Бреста, и наша молодежь. Митинг «Рыкви» в памяти жертвы Холокоста объединил большое количество неравнодушных людей. У памятного знака в Бресте собрались представители местных органов власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, религиозных общин, школьники, молодежь. Освобожденный 27 января 1945 года концлагерь Ансвенцем стал навечно символом большой трагедии. По разным данным, здесь погибли около полутора миллионов человек, большая часть из которых евреи. Все делается для того, чтобы в сегодняшнее время очень серьезное, очень непростое, очень неспокойное, чтобы мы не повторили эту страшную ошибку и не повторилась эта страшная трагедия. Конечно, ничего уже не изменить. Вторая мировая война останется в летописи одним из самых ужасных событий 20 века. Но помнить это нужно, чтобы никто не был забыт, и чтобы эта история осталась лишь тревожным отголоском прошлого.